Привет, вы снова на канале Вин Кондишн, с вами Вася Багиров, и мы продолжаем обзор нового сета Икори Логовы Исполинов. На очереди у нас мультицветные карты, артефакты и земли. Давайте начнем. Но, перед тем, как я перейду к первой карточке, напомню, что в самом конце видео я выберу три карты, которые наиболее привлекли мое внимание. Один Коман, один Анкоман и одну Рарку или Мифик. Здесь будет не так сложно выбрать Коман, наверное, потому что их не так много, но, тем не менее, будем придерживаться традиции. Ну, а теперь поехали. И сразу же с места в карьер. Кахира, попечительница, это компаньон, новая механика, очень интересная, которая ограничивает вашу возможность декбилдинга, но награждает вас тем самым бесплатной карты, при этом не самый плохой. Хочу обратить внимание, что, конечно, компаньоны в первую очередь для констракта этой игры, и я буду говорить про их применение в Лимитед в тех случаях, когда это будет оправданно. Здесь я, честно говоря, не верю, что Кахира, что возможно создать какую-то колоду в Лимитед, в которой все ваши существа будут нужных типов. Если получится, здорово, но мне пока не очень верится. Я пробежался по всем существам нового сета, и мне показалось, что это не так уж выполнимо. Тем не менее, в Констракт, я думаю, что эта карта, ну, если не сломает, то наведет шороху очень порядочно. Потому что, во-первых, представьте себе любую колоду, в которой нет существ вообще. Особенно в старых форматах, в Модерн, Легаси, или даже Винтаж, таких колод достаточно много. И любая из них, которая зеленый или белый цвет, может просто положить Кахиру, и у них есть бесплатное существо 3-2 за 3 маны с бительностью. Конечно, не так круто в старых форматах, но тем не менее, супер просто. Я считаю, что эта карта будет мелькать много где, и возможно, что и в стандарте в Пионере найдутся колоды, которые будут играть с существами, но только нужных типов. Понятное дело, что в Констракт сделать это гораздо проще, чем в Лимитед. В общем, я прямо захайпан по поводу этой карты, по самые уши, и мне не терпится увидеть, в каких самых неожиданных местах мы найдем Кахиру. Охотник с Могильника, очень крутой эффект на триггер мутации, наверное, один из лучших в этом сете, который мы видели. Вернуть карту перманента в руку. И понятно, что не только существо, это может быть практически все, что угодно, земля или артефакт и так далее. И, учитывая, что делать это можно раз за разом снова и снова, если вы продолжаете мутировать на Могильщика, мне кажется, что это делает эту карту одним из лучших Uncommon в Лимитед, и вполне очень может быть, что даже и для Констракта тоже зайдет. Еще один компаньон, это Лутрия, Ловчие Заклинаний. И здесь как раз тот случай, когда в Лимитед вполне возможно, что этой картой играть можно, потому что условие, что все карты с разными именами, оно и так практически всегда выполняется, потому что у вас не так много повторяющихся карт в ваших Лимитед колодах. В то же время в Констракт, понятное дело, как раз наоборот. Сила колод в первую очередь в том, что они консистентны, то есть они делают не те же вещи раз за разом, но делают это хорошо. Когда у вас все карты разные, то они, эта консистентность колода теряют. Поэтому, честно говоря, я как раз таки не так сильно верю в эту карту в Констракт. Ну и понятное дело, что во всяких командерах, да, эта карта уже забанена, чего и следовало ожидать. Следующий компаньон, всего их будет 10, конечно же, это Джайруда. И здесь эффект пограничный, то есть я пока не решил для себя, насколько реально играть такого рода карты в Лимитед и собрать всю колоду с учетными монокостами в Констракт. Не сомневаюсь, что это возможно, особенно учитывая, что эффект от Джайруды очень и очень сильный. Посмотрим, посмотрим, как будет. Это как раз тот случай, когда я пока затрудняюсь представить, что из себя будет представлять эта карточка. Но, как и любой компаньон, я уверен, что перепробуют вдоль и поперек во всех возможных комбинациях. Потому что просто это реально очень интересно, абсолютно новый экспириенс для всех собирателей колод. Такого мы еще не видели. Ну вот для разнообразия просто очень хорошая карта, никакой не компаньон. Но 3-2 за 2 маны на Савайском Громогриве с способностью, которая отлично смотрится как в Лимитед, так и в Констрактед. Я думаю, что это Uncommon на уровне иной рарки, в принципе. Так что не удивлюсь абсолютно, если мы увидим эту карту в Констрактед, а то, что в Лимитед любая красно-белая колода будет отрывать с руками, не сомневаюсь, нисколечко. Владетельный небесный кот, привет, бобров, знаю, что любишь котов, я тоже. И этого кота не любить невозможно, потому что он сам по себе прекрасен, потому что синергируется сам с собой, растет, когда у вас появляются существа с полетом, и сам же их и делает. Но понятно, что если у вас колода, которая построена вокруг большого количества существ с полетом, то он от этого только выигрывает, только прибавляет в силе. Поэтому прекрасная рарка. Конечно, хорошо, что не Uncommon, потому что было бы слишком сильно для Лимитед, а вот для рарочки, я думаю, самое оно. Но знающий Дракис, Uncommon со способностью мутации, и в этой карте все прекрасно, очень такой чистый дизайн, мне нравится в этой карте абсолютно все. И разыграть существо 2-3 за 3 маны, если вам очень нужно, это не стыдно, в Лимитед, по крайней мере. Ну и понятное дело, что в первую очередь вы хотите мутировать Дракисом и возвращать релевантные карточки Инстантов и Сорсери из кладбища в руку и разыгрывать их заново. Кто знает, может быть даже есть какой-то Infinite комбо, если вы вернули в руку Дракиса, снова сыграли его, вернули заклинание в руку, снова сыграли его и так далее. Возможно, что-то такое даже. Так или иначе, мне кажется, это очень и очень интересная карточка. И еще одна классная карта с мутацией, Некропантера. Эффект весьма сильный, вернуть карту с моностоимостью 3 или меньше на поле боя сразу, а не просто в руку. Это большой Tempo Swing, то что называется, то есть мало того, что вы разыграли существо с мутацией, так еще и вернули карту другую на поле боя всего за 4 маны. Мне кажется, эффект сильный и даже для Констракта подобного рода эффекты могут представлять интерес. Еще один компаньон, и здесь полная противоположность Джей Руды. Если там мы говорили, что карты могут быть только с четной моностоимостью, то здесь только карты с нечетной моностоимостью. И неудивительно, что эта карта как бы более агрессивно направленная, потому что понятное дело, что если вы хотите играть агрессивные колоды, то вам нужны вандропы. И здесь эта карта позволяет вам играть картами за одну ману. Так что и способность ее тоже в первую очередь направлена на нанесение повреждений оппоненту. Все, что было сказано про применимость Джей Руды в Лимитед, я думаю, примерно так же можно сказать и про Абоша. Пока непонятно, насколько такие колоды будут релевантны. Мне кажется, что для Лимитед четные монокосты важнее, чем нечетные. В то время как для Констракта, наверное, как раз таки все наоборот. Вы хотите с первого же хода за одну ману воздействовать на игру. Поэтому на эту карту я в первую очередь смотрю сквозь призму Констрактед. И думаю, конечно же, что в стандарте колоды с Абошем попробуются. А насколько они будут хороши, покажет время. Сейчас понятное дело, что я думаю, никто в мире не знает, насколько компаньоны будут хороши или нет. Чевил Бич Монстров. Это карточка, которая лучше всего смотрится в колоде с большим количеством ремувала. И черный, ну и зеленый тоже в некоторой степени цвет. Это цвета, которые эту тему поддерживают. Поэтому не зря эта карта, я думаю, мифик. Статы для 2 дропа не стыдные. Смертельные касания 1-3 хорошо в защите смотрятся. Вот так может сходить. Ну, конечно же, что основная ее задача это дровать вам дополнительные карточки. Поэтому думаю, что карта, ну, явно совершенно направлена на Констракт. И пошумит в Констракт в стандарте в первую очередь. Но, возможно, за 2 маны всего еще и Человек, Релевантный Тег, возможно, увидим где-нибудь и в Пионере или Модерне тоже. Филидар, Папоротников, Хнезин. 3-5 бдительно за 4 маны для Рарки. Казалось бы, слабовато, но способность весьма интересная. Поворачивать существа оппонента, причем делать это может быть не только сам Филидар, но и любые существа с бдительностью. Тем не менее, бдительность, как бы, это не та способность, которой вы хотите напичкать свою колоду, особенно в стандарте. Она не так сильна, как, может быть, полет или что-то другое. Так или иначе, посмотрим. Если будет достаточно количество просто хороших существ, на которых так совпало, что есть бдительность, то, возможно, Филидар найдет в себе применение. Если нет, то я думаю, что это останется просто Рарка для Лимитед Плея. Следующий компаньон на очереди это Кируга. И она требует от нас, чтобы стать нашим компаньоном, чтобы все карты в нашей колоде стоили 3 или меньше. И я думаю, что это выполнимо. Причем, как в Лимитед, потому что, в принципе, возможно, что формат просто будет достаточно медленный, что вы можете не играть 2-дропами вообще. Так и в стандарте, потому что... Ну, тут уже с другой стороны, потому что вы можете играть какими-то землями с каким-то эффектом, или картами с циклом, например. То есть, когда вы, например, циклите и какой-то эффект получаете. Хотя сама карта стоит дороже, цикл у нее может быть стоить 1 или 2 маны. Так что, я думаю, что мы эту карту увидим и там, и там. А уж насколько она будет хороша, покажет время. Ползучий морок. Здесь довольно сложный монокост, 3 цветных мана символа. Но я думаю, что он оправдан, потому что эффект на карте достаточно серьезный. Вы дроваете карточки. А это, в общем-то, один из самых важных аспектов игры в магию. Поэтому, думаю, что карта зайдет не только в лимит, где, понятное дело, будет прибавка к любой черно-синей колоде. Так и в стандарте, думаю, что пошумит. Нечестивый мастеровой. Очень, очень, очень сильная карта, мне кажется. В первую очередь, конечно же, для Констрактед. Потому что у вас есть возможность натуторить существо, то, что называется. То есть, найти любое нужное вам существо в колоде и положить его сразу прямо в игру. Не зря это мифик. Я считаю, что это потенциально одна, если не самая сильная карта в сете. Не знаю, что еще добавить. Уверен, что увидим не только в стандарте, но и в модерне, а может быть и в легосе тоже. А вот и первый из ультиматумов. Это цикл из пяти карт, которые имеют очень сложный монокост. Семь цветных мана символов в трех цветах. Но при этом эффекты от них, как правило, весьма и весьма крутые. И новоявленный ультиматум не исключение. Это тоже своего рода тутор. Потому что вы находите три карты. Пусть да, оппонент одну из них как бы уберет обратно. Но две вы положите в игру сразу. И за семь маны, в принципе, если вы найдете карты, которые стоят значительно дороже. Это очень хорошая сделка, то, что называется. Поэтому любая колода, которая может заплатить монокост и имеет достаточное количество сильных существ, я думаю, будет счастливы играть одной-двумя копиями такой карты. Отчаянная тактика позволяет за две маны изгнать абсолютно любое существо. И понятно, что если вы контролируете человека, то никаких доунсайдов нет. Если вы контролируете, вы потеряете какое-то количество жизней. Но мы уже видели и на примере Мердера Срайдера в стандарте, и на примере таких карт, как Дизмембер, может быть, в более старых форматах, что убить существо задешево и потерять жизнь, это не такая плохая сделка, как может казаться. То есть эффект от того, что вы изгоняете абсолютно любое существо всего за две маны, перевешивает возможные потери жизни. Направленная Сила выполняет сразу две функции. Во-первых, наносит повреждения, и во-вторых, помогает вам сбросить ненужные карты и заменить их на нужные карты. Но у нее есть сразу несколько недостатков. Во-первых, вы не можете нанести много повреждений, если у вас мало карт в руке. Во-вторых, если ее отменят, то карты вам уже никто не вернет. Все это, я думаю, делает из нее карту, которая не найдет применения в стандарте. Но в красно-синих колодах в Limited будет одной из лучших, я думаю. Трубящий Гнар. Карта одна, наверное, из немногих в сете, где стоимость мутации больше, чем стоимость самой карты. Но это и неудивительно, учитывая, что триггер мутации, опять же, очень и очень силен. Положить существо 3-3. Вы хотите делать это много раз, то есть мутировать существо раз за разом. В общем и целом, думаю, что для синих-зеленых колод в Limited карта сильная, а вот для стандарта не дотягивает. Следующий компаньон. Зерда, пылающая на рассвете. Определенно совершенно карта предназначена исключительно для констракта. В Limited вы никогда не сможете составить колоду, где все карты имеют активируемую способность. В то время как в стандарте легко. Так более того, Зерда еще и вознаграждает вас за то, как вы ее составили, уменьшая стоимость всех способностей на 2. А это достаточно серьезное уменьшение в цене. Поэтому думаю, что это один из самых интересных компаньонов, особенно учитывая, что он стоит всего 3 маны. То есть разыгрывать его можно будет практически в любой игре. Брокос, Венец Вечности. Еще одна очень сильная карта с мутацией. И здесь, хотя нет никаких триггеров мутации, фишка в том, что вы можете мутировать из кладбища. И понятное дело, что учитывая статы 6-6, практически любое существо, на которое вы будете мутировать Брокоса, тем самым улучшится. Поэтому думаю, что Брокос будет отлично смотреться в любой метринжовой колоде, которая заинтересована в так называемом гринде. То есть, когда вы давите оппонента карты адвентеджем. И, кстати, хотелось бы обратить внимание, что теоретически можно играть им в колодах сине-зеленых или черно-зеленых. То есть даже когда у вас нет третьего цвета. Потому что из кладбища вы можете разыгрывать за гибридную сине-черную ману. Поэтому, возможно, здесь будут какие-то комбоэлементы, когда вы сбрасываете Брокоса в кладбище и уже оттуда его разыгрываете за способность мутации. Блюститель генерала. На этой карточке прямо все говорит о том, что она хочет играть в трайбл-колодах на типе существ-человек. И думаю, что ее играбельность в стандарте будет в первую очередь зависеть именно от того, будет ли такая черно-белая колода или не будет такой черно-белой колоды. Но даже думаю, что если в стандарте не заиграет, то ничего страшного, потому что в Лимитед мы будем видеть ее много. Карта очень сильная. Вспышка Зенита. Такой пей-офф для колодзих на цикле. Но при всем при этом, мне кажется, что пей-офф недостаточно сильный для стандарта. Так что в первую очередь карта для Лимитед колод красно-белых. И думаю, что там она не затеряется абсолютно. Джигантый источник. Очередной компаньон и как раз тот пример, когда в Лимитед эта карта вполне себе может быть играбельной. В смысле, в качестве компаньона. Потому что реально составить колоду, в которой нет повторяющихся мана-символов ни на одной из карт. Пусть, конечно же, способность в Лимитед будет не так полезна, но просто бесплатная карта 5-5, которая у вас всегда под рукой. Я думаю, что никто от этого не откажется. Насколько в стандарте она будет приполезна, мне почему-то кажется, что, как обычно это бывает с подобного рода картами, она в первую очередь найдет применение в командире. Ну, если заглянет к нам в стандарт или в другие форматы, что ж, милости просим. Чем больше компаньонов, тем лучше. Настороженная узамантка, внимание, чтобы это не стоило. Это пейов, совершенно очевидно, для колод на бдительности бело-зеленых в Лимитед. И если вы уже находитесь в этих цветах, то, конечно же, узаманткой играть вы будете. А во всех остальных случаях, скорее всего, нет. Для стандарта, я думаю, что карта откровенно слаба. Следующий ультиматум, разрушительный ультиматум. Очень простой текст, уничтожить все перманенты, не являющиеся землями под контролем оппонента. И, я не знаю, эффект суперсильный, но насколько он стоит 7 маны, непонятно. Потому что против многих колод, против которых вы хотите уничтожать все их перманенты, 7 маны это слишком много. Вы, к этому моменту, можете быть уже просто мертвы. В то время это против других колод, таких как контроль. У них, может быть, перманентов вовсе на поле боя нет. Поэтому, я думаю, что играбельность этой карты будет, в первую очередь, зависеть от метагейма. И уж предугадать метагейм, я для этого слишком глуп. Если вы можете, то, возможно, вы будете заранее знать, стоит ли вам предзаказывать эту карту или нет. Море-собиратель. Это черно-зеленый компаньон, который требует от нас, чтобы все карты, которые не являются землей в нашей колоде, имели одинаковый тип. И понятно, что первое, что приходит на ум, это все существа. И, наверное, это единственный потенциально реализуемый случай для Limited. В Constructed можно себе представить, наверное, колоду, в которой все Морины Изгнаний, или, может быть, все Чары, кто знает, тут ограничены только вашим воображением. Если такая колода соберется, то, конечно же, уморе будет полезен там, потому что это будет означать, что все карты в вашей колоде стоят дешевле на одну ману. А это очень и очень сильный эффект. Следующий ультиматум, это в Тимур цветах, красный, синий, зеленый, ультиматум порождения. И здесь эффект потенциально еще сильнее, чем на других ультиматумах. Вы смотрите пять карт и кладете любое количество перманентов на поле боя. Теоретически, я думаю, что эта карта может комбиться с какими-то эффектами, которые позволяют вам манипулировать верхней библиотеки. Если вы сможете узнать или положить на топ-дек карты каких-то крутых существ или чар или артефактов, и потом сыграть этот ультиматум, то, разумеется, вам будут гарантированы отличные попадания. Если нет, возможно, будут просто колоды, которые напичканы сильными перманентами. Так или иначе, думаю, что цвета для этого ультиматума неудивительно подходящие, и в стандарте его попробуют обязательно. Еще одна карта в Тимур цветах, это песнь творения, это чары, которые очень-очень интересный и очень сильный эффект предоставляют. Вы берете больше карт, вы делаете больше ландропов, но при этом вы сбрасываете руку в конце хода. Я думаю, что это тот обмен, на который я готов пойти, особенно если ваши колоды составлены таким образом, чтобы в ней не было, например, контр-спеллов, а были только активные карты, которые вы разыгрываете в свой ход. Это существа, это, не знаю, еще какие-то карты, ремувал и так далее. Риэль Вечно Мудрая, очень красно-синяя карта, по своему флейвору смотрим, что она делает, и она делает очень красно-синие штуки. Насколько эти штуки сильны и достойны того, чтобы класть Риэль, например, в стандартную колоду, у меня есть сомнения на этот счет. Тем не менее, сомнения мои не означают, что этого не произойдет. Я теоретически могу допустить, что Риэль будет играть в каких-то красно-синих колодах. Про Лимитед можно сказать только то, что, разумеется, любая красно-синяя колода будет счастлива играть такой картой. Две нота, объединившие силы. Совершенно очевидно агрессивная карта в красно-белых цветах, которая вознаграждает вас за то, что вы умно составили свою колоду, в которой есть и существа, являющиеся людьми, и существа, не являющиеся людьми. Таким образом, вы сможете получить максимальный эффект с этой карты. При всем при этом, хочу сказать, что за 4 маны карта без ускорения, без моментального воздействия на поле боя, скорее всего, в стандарте будет медленный. А вот для Лимитед, я думаю, что будет такое интересное упражнение в декбилдинге, когда вы будете собирать свои драфтовые красно-белые колоды. Снабдекс, Венец Охота. Еще один пример карты, когда вы хотите разыгрывать мутацию, вы не хотите разыгрывать ее просто так. Более того, вы хотите мутировать на получившееся существо еще и еще и еще, потому что это такой супер-лайтинг-хиликс, вы наносите 4 повреждения и получаете 4 жизни. В стандарте, я думаю, это будет отличный эффект и уверен, что будут колоды заинтересованные в снабдексе. Вадрок, Венец Грома, я думаю, вполне может составить конкуренцию снабдексу в плане полезных мутаций, потому что разыгрывать заклинание за бесплатно, это очень круто, а учитывая, что вы делаете это из кладбища, то есть вы как будто бы еще подровали карточку, плюс еще выбрали самую нужную из тех, которые у вас в кладбище есть на данный момент, все это делает Вадрока весьма и весьма сильной картой в джискай цветах. В Гнездове Титанов это потенциально очень сильные чары, которые не просто чистят вам табдек от ненужных карт, так еще и позволяют вам использовать ваше кладбище в качестве оплаты ваших заклинаний. Уверен, что карта потенциально очень сильная, потому что любой эффект, который позволяет вам разыгрывать заклинания дешевле, чем они есть на самом деле, а это как раз тот случай, заслуживает особого внимания, а вот насколько конкретно эта карта найдет применение в стандарте, время покажет. Оазис Смерти, очень много текста на этой карте, но очевидно совершенно, что карта Build Around, то есть вам нужно построить вашу колоду вокруг Оазиса, чтобы вы одних существа умирают, других возвращаете, они умирают, возвращаете еще третьи существа и так далее. Если все сойдется, то тогда эта карта будет очень интересной добавкой к такому. Но если все сойдется, то эта карта будет отличной такой некричевой добавкой к колодам, основанным на большом количестве существ. Не трое венец Смерти. Когда мы говорим о крутых мутациях, мы думаем про эту мутацию, она не зря стоит даже целых 7 маны, потому что она делает совершенно какие-то непотребные вещи. Вы возвращаете любое количество существ с суммарной атакой 10 или меньше. И не всегда существа, не всегда их крутость определяет с их силой. Мы знаем большое количество примеров существ с одной-двумя атаки, которые стоят 4-5 маны. То есть вы можете таким образом поставить существ суммарно 20 маны, или больше маны. Я считаю, что это потенциально одна из самых сильных карт, но понятное дело все упирается в моностоимость мутации. Если будут колоды, которые могут надежно эту мано стоимость оплачивать, то думаю, что мы увидим не трое и в стандарте, а может быть и в модерне, и в пионере. Дракон Пикси. Эта карточка значительно попроще, 1-1 полет ускорения, и растет каждый раз, когда вы разыгрываете заклинания. Тут все понятно, вы хотите играть этой картой в колодах, где большое количество заклинаний. Это либо красно-синий архетип в Limited по икоре, либо какие-то красно-синие колоды в стандарте. Ну, соответственно, будут такие колоды, скорее всего мы там эту карту увидим. Нет, значит нет. Коварную замантка ночи дает нам удешевление всех карт с мигом, и при этом сама стоит всего 2 маны. Я думаю, что это ключевой момент, потому что вы хотите разыграть ее как можно раньше, чтобы все ваши будущие заклинания стоили меньше. И мана стоимость 2 как раз позволяет это сделать. Не удивлюсь абсолютно, если эта карта найдет применение и в стандарте, потому что гибридная мана означает, что она может играть как в колодах синих без черного, так и в черных без синего. То есть простор для декбилдинга весьма широкий. Царственный Леозавр. Здесь карта, которая направлена на агрессивные колоды, которые разыгрывают большое количество существ, то есть идут вширь, как это называется. Если у вас такая колода, Царственный Леозавр будет отличным дополнением. Мало того, что вы хотите прокачать всех своих существ, так еще и у вас, скорее всего, если ваша колода построена на токенах, всегда под рукой будет существо, на которое можно смутировать. Так что Царственный Леозавр отлично для Лимитед, возможно, что хорошо и для Констракта тоже. Йорион Небесный Скиталец. Очередной компаньон, но в белом и синим цветах на этот раз. И он требует, чтобы размер нашей библиотеки был больше, чем это необходимо. То есть на 20 карт больше. То есть 60 для Лимитед, либо 80 для Констракта. И мы знаем, что уже такие карточки были. Это Battle of Wits, так называемая, когда у вас должна была быть колода 200 или больше карт, вы выигрывали игру. Разумеется, добавлять лишние, менее сильные карты в свою колоду никому не хочется. И насколько Йорион оправдывает это, под большим вопросом. Потому что 4-5 полет, конечно, приятно. И паблинковать свои существа, наверное, тоже небесполезно. Но 20 карт это реально много. И единственное применение, я ему вижу, на самом деле, это в Лимитед. Потому что здесь иметь дополнительное существо 4-5 полет, к тому же, которая вырыла как бы 8-я карта в вашей руке, оно может перевесить минусы от того, что вы играете 20-ю лишними картами. Если вам удалось напикать больше карт, чем нужно, то замечательно, играйте Йорианом и получайте от этого профит. Крушитель из кварцевого леса. Это прям грул карта. Прям наносить повреждения, создавать существ, наносить больше повреждений. Карта тоже называется Snowball. То есть, если вы выигрывали, если вы наносите повреждения оппоненту, то на следующем ходу ему будет еще сложнее защититься, потому что вы создали еще одно мощное существо. Ну и не стоит и говорить о том, что это просто 6-6 за 5 маны с пробивным ударом, что, конечно, круто. Думаю, что в стандарте игру колоды к этой карточке присмотрятся, а в Лимитед совершенно очевидно, что это крутая, очень крутая бомба. Месть отпрыска чары аж за целых 5 ман, которые создает всего лишь по существу 1-1 каждый ход. Почему? Все потому, что токен сохраняет все те способности, которые были на карте, которые вы изгнали. А как мы уже говорили в этом сет-ревью, зачастую сила карты кроется именно в ее способностях, а не в ее статах. Поэтому подозреваю, что если колоду составить правильным образом, положить туда существ с эффектами от входа в игру или от того, когда они умирают, а не только с хорошими статами, то и эта чарка там вполне себе найдет место. Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на очень милого, но и при этом сурового котенка на арте. Мне нравится. Лурус из логова грез. Черно-белый компаньон. Его требование, чтобы все карты перманентов в нашей колоде имели моностоимость 2 или меньше. Понятное дело, что в первую очередь думается про агрессивные колоды, где у вас просто куча существ за 1-2 маны, но мне кажется, что на самом деле основная сила этой карты в колодах, где у вас в принципе нет существ. Вы играете только заклинаниями и, возможно, какими-то перманентами, артефактами, например, за 0-1-2 маны. Представьте себе, например, в том же Легасе Лотус Петтл, да, или подобного рода карты, которые вы жертвуете, получаете ману, разыгрываете Луруса, снова разыгрываете Лотус Петтл, снова получаете ману, и после этого разыгрываете какое-то заклинание со Штормом. В общем, я думаю, что эта карта будет играть в Легасе, будет играть в Модерне, возможно, будет играть в Пионере, может быть, в меньшей степени как раз в стандарте. Вихрь мыслей, чары в Джискай цветах, за 4 маны, очень просто. Разыгрываете заклинания, не являющиеся существом, берете карту, разыгрываете еще одну, берете еще одну карту. Возможно, эта карта позволит собрать колоды, которые иначе бы не собирались, то есть это то, что называется движок, то, вокруг чего ваша колода будет функционировать, как, например, Рекламейшн, да, всем известный. Это что-то вроде Рекламейшна, вместо маны только вы получаете большое количество карт. Поэтому я бы к этой карте присмотрелся обязательно, особенно для любителей комбо-калод. Гордый узаман свирепости, здесь особо ничего сказать нельзя, кроме того, что карточка исключительно для Limited, для Construct, невооруженным взглядом видно, что слишком слабая даже для стандарта, что уж говорить про более старые форматы. Очередной ультиматум, жуткий ультиматум. Эффект действительно жутко сильный, и вы можете вернуть любое количество перманентов с разными минами на поле боя под вашим контролем. Я думаю, что найдутся колоды, которые заинтересованы в таком эффекте, особенно колоды, которые могут себя помилить, особенно колоды, у которых много карт, многие перманентов с разными названиями. Вы легко можете вернуть, не знаю, там, 3-4 земли с разными названиями, и, не знаю, 5, 6, 7, 8 каких-нибудь существ, чар и так далее. Думаю, что по пауэр-левелу потенциальному эта карта очень сильна, а насколько, опять же, она будет играть в реальных колодах, будет зависеть, в первую очередь, от метагейма, и насколько абзан колоды будут играбельными. А вот и Клинзлокер. Это Нарсет Древнего Пути. Здесь обилка плюсовая, на первый взгляд, не дровует карточку, минусовая обилка тоже не особо впечатляет, плюс трехцветная. То есть, мое первое впечатление об этой карте было, что она не очень, мягко говоря. Но потом я подумал, что, наверное, все-таки ей можно идти применение. То есть, возможно, вы хотите, чтобы эта карта была у вас в кладбище. В общем, я думаю, что ей можно идти применение. Другое дело, что далеко-далеко не каждая колода захочет играть Нарсет, поэтому, если она и будет играть в стандарте, то, наверное, в какой-то одной строго определенной колоде, которая заинтересована в этом эффекте. И Луна Венец Желаний. Здесь, опять же, как бы сила карты кроется в ее мутации, и эффект от мутации напоминает мне способность Плэнзлокера Луки, да, в красном цвете. Так или иначе, мне кажется, что, чтобы эта карта, чтобы максимизировать эффект от этой карты, нужно определенным образом построить свою колоду. Но, если у вас получится это сделать, то, возможно, что вы сможете добиться действительно впечатляющих результатов. В общем, я бы присмотрелся к этой карте, но единственное, что нужно держать в уме, когда вы мутируете Луну, возможно, вам нужно мутировать ее вниз, потому что, когда сработает эффект от мутации, если тот перманент, который вы найдете, это будет еще одна Луна, поскольку она легендарная, вам придется одну из них пожертвовать. Конечно, не то, чего вам хотелось бы. Возвращение за добавкой. Очень сильная карта. Для Лимитед просто потрясающе сильная, особенно для Анкоммана. Возможно, это будет лучший Анкомман для Лимитед во всем сете. Мало того, что вы возвращаете любое существо на поле боя, мало того, что вы делаете это на скорости инстант, то есть вы можете удивить своего оппонента в бою, например, встать в блок и съесть его существо, так еще и ваше существо подерется с существом оппонента. Понятное дело, что вы хотите вернуть какое-то сильное существо, чем больше, тем лучше. Насколько этот эффект хорош для Констрактед, не знаю. Может быть, какие-то комбо-колоды захотят что-то подобное, но 6 маны даже для комбо-колоды это многовато. Я думаю, что есть карты с реанимейт эффектами за более дешевую стоимость. Антилопа Наделов – карта, где главная ее сила, как раз кроется в ее способности, а не в ее статах. Поэтому неудивительно, что мутация стоит всего 2 маны. Это очень приятно. Я думаю, что вы хотите мутировать как можно быстрее такую карту и начать использовать каждый ход ее способность. Таким образом, вы либо рампитесь, то есть добавляете больше земель на стол, либо просто дроваете карточки. И то, и другое эффект замечательный. Считаю, что карта хороша и для стандарта тоже, и в каких-то синих или зеленых колодах мы ее увидим. Звучный Узаман Трева – любопытный, очень любопытный эффект. Существа с угрозой могут быть заблокированы только тремя существами. И несмотря на то, что 2-2 за 3 маны, я почему-то думаю, что эта карта и даже в стандарте может заиграть. Потому что блокировать тремя существами – это практически неблокируемость. Ну, то есть, серьезно, если у вас в колоде есть существа с угрозой, то эта карта делает их практически неблокируемыми. Ну, про то, что это премиум онкомен для красно-черной колоды в лимитед, я думаю, не нужно вам говорить, вы это и так понимаете. Ликующая Узаманка Небес, напротив, далеко не впечатляет меня. 2-2 полет за 3 маны, этим уже давно не удивишь в магии. Сейчас карта значительно сильнее есть. А ее способность, которая делает ваши существа с полетом сложнее целить оппоненту, я думаю, это не самая важная способность. Мы уже видели карты подобного рода. Да, конечно, отказываться от такой способности никто не будет, но переплачивать за нее тоже не хочет. Поэтому я думаю, что эта карта, которая для лимитед весьма средненькая, и, кстати, возможно, найдет применение в констракте. Потому что если будет колода бело-синяя на флайерах, и если вы будете играть против колоды, где очень-очень-очень много ремувала, возможно, вы захотите посадить такую карточку в стандарте. Но я думаю, что это достаточно узкое применение, чтобы заострять на нее внимание. Раптор Лабиринта. Эта карта заставляет меня задуматься о том, что, возможно, какая-то колода на угрозе будет и в стандарте, потому что, ну, эффект сумасшедший. Каждый раз, когда существо блокирует ваше, по сути, нужно пожертвовать существо. При этом 2-2 за 2, и есть еще и дополнительная способность. Все это указывает на то, что карта, по крайней мере, с прицелом на стандарт была сделана. А уж насколько она сможет играть или не сможет играть в стандарте, мы, конечно, посмотрим. Так или иначе, думаю, что обратить внимание на нее стоит. Первобытные сопереживания. Тут тоже много текста на этих чарах, но если вы составили свою колоду правильным образом, то, по сути, просто каждый ход вы берете карту. Я думаю, что этот эффект, в котором определенные колоды заинтересованы. Ну, то есть, понятно, что любая колода хотела бы брать дополнительную карту каждый ход. Не каждая может позволить себе играть такой чарой. Ну, мы видели, что в сине-зеленых колодах сейчас нет недостатка в больших мощных существах. Поэтому думаю, что, наверное, эта карта будет полезна, может быть, в каких-то конкретных матчапах, только, может быть, только из сетборда, но тем не менее. Генерал Кудро из Дранита это совершенно очевидная карта, которая нацелена на то, чтобы играть ей в колоде с большим количеством других существ, с типом человек. Ну, приходят на ум, например, модерновые хуманы, и возможно, что мы ее и там увидим, почему нет. Но, кто знает, может быть и в стандарте, если не в этом сете, то в следующем, когда издадут больше хороших хуманов, мы увидим какую-то бело-черную колоду на типе существ человека. И, конечно же, никаких сомнений, что если такая колода будет, то генерал Кудро там будет в количестве четырех копий. Вдохновенный ультиматум, в общем-то, делает все, что вы хотите от такой дорогостоящей карты. То есть он наносит пять повреждений любой цели. То есть вы можете убрать какую-то угрозу оппонента, вы получаете пять жизней, что позволяет вам нивелировать то, что вы потратили так много маны за этот ход. И вы берете пять карт, то есть на следующий ход у вас ваша рука снова заряжена на то, чтобы разыгрывать заклинания. Я думаю, что это один из самых простых по формулировке, но при этом один из самых потенциально играбельных ультиматумов. Думаю, что если G-Sky колоды и будут, то ультиматум в них тоже будет играть. Может быть, всего одной копии, потому что все-таки семь маны, конечно, это много. Кенан, одаренный за ман. По сути, все, что не является землей и дает ману, дает теперь больше маны, если вы контролируете Кенана. И в стандарте, в принципе, такие карточки есть. Ими играют. Поэтому сразу думаю, что Кенан в сине-зеленых колодах вполне может зайти. Ну, а его вторая билка, собственно, как раз то, что вы хотите делать, когда у вас много маны. То есть вы активируете, вы смотрите пять карт, и вы кладете что-то на поле боя. Поэтому считаю, что карта классная. Ее первая билка комбится со второй билкой, и обе они хороши. Так что жаловаться не на что. Ну, и последняя мультицветная карта на сегодня это прорицательность черепов. Как раз, кстати, карта, которая дает ману, и возможно, что ей будут играть вместе с Кенаном. Более того, она еще и кладет верхние карты в вашей библиотеке в кладбище. То есть вы хотите играть такой картой везде, где вы заинтересованы в наполнении кладбища. Думаю, что это анкомончик не только для Лимитед, где он, очевидно, будет хорош, но, возможно, и для стандарта тоже. Единственное, что меня в этой карте смущает, это единичка здоровья, то есть умирает буквально от всего. Но, с другой стороны, это может быть и плюсом, если вам нужно разменяться с каким-то большим существом или сходить в атаку на ТИ. Отлично. И переходим к артефактам. И сразу же у нас очень интересный артефакт. Называется Азолит. Всего за одну ману. Он хранит на себе, грубо говоря, жетоны существ, которые умирают или иначе покидают поле битвы. И потом вы можете распределять эти жетоны на других своих существ. То есть речь может идти как о жетонах плюс один, плюс один, так и о новых жетонах полета, пробирного удара и так далее. Понятно, что в первую очередь вы хотите играть в колоде, где существ много, и много существ именно с этими жетонами. Будут ли такие колоды? Насколько вот эта новая механика с жетонами найдет путь в стандарт, время покажет. Мне кажется, что карта очень перспективная. В первую очередь со счет того, что она стоит всего одну ману. И я не думаю, что она будет играть прям везде, но какие-то колоды наверняка, где жетонов таких много, вполне себе могут позволить себе потратить одну карту и одну ману, чтобы жетоны сохранить и перемещать на свои новые существа, делать их сильнее. Поэтому думаю, что и в Лимитод тоже, и в Стандарте эта карточка очень перспективная. Кристалл Индаты за три маны дает нам ману белого, зеленого или черного цвета, и также циклится за две маны. Я сразу же сделаю обзор, грубо говоря, всего цикла, потому что есть четыре других кристалла, которые ничем не отличаются, кроме того, что маны дают другого цвета. Думаю, что для Лимитод эта карта вполне себе хорошая. Вы хотите играть и чтобы фиксить ману, чтобы получать больше маны. В случае, если вы подровали ее в поздней игре, когда у вас уже все нужные земли есть и все цвета есть, вы просто можете ее проциклить, и никакой проблемы в этом нет. Для Стандарта, наверное, слишком слабо, потому что три маны, чтобы прорампиться на один, это не то, что вы хотите, есть карты получше. Кристальный Гигант. Я прям сразу делаю предсказание, что это будет та самая карта, которую вы хотите вскрыть в своем первом бустере, когда садитесь драфтить, потому что она бесцветная, и при этом она очень и очень крутая, особенно в Лимитод. Не знаю, насколько она будет хороша в Стандарте, потому что все-таки жетоны вы получаете случайным образом, плюс 3-3 за 3 для Стандарта, наверное, все-таки не так впечатляет, но для Лимитод прям 100% что это будет очень бесячая карта, когда ей играет оппонент, и очень хорошая, замечательная карта, когда ей играете вы, потому что бесполезных жетонов, бесполезных кивордов в Лимитод не бывает, и если эта карта простоит на поле боя достаточное количество времени, то она соберет их все, и когда она получит первый удар, смертельные касания, порчеустойчивость, жетон, плюс 1 и так далее, понятно дело, что остановить ее будет очень-очень сложно. Сонный дротик. Эффект на этой карте настолько минимальный, что я даже не знаю, можно ли придумать еще меньше эффект, но при всем при этом, когда она выходит на поле боя, вы берете карту, то есть уже как минимум сам за себя он заплатил. При всем при этом, не знаю, стоит ли он того, чтобы играть им, если у вас нет никаких синергий на артефакты, или нет синергий на карты в кладбище, или чего-то подобного, потому что так он просто-напросто, вы заплатили 2 маны, чтобы проциклить карту, и получили очень-очень-очень минимальный эффект. Думаю, что эта карта недостаточно хороша для Лимитод, и недостаточно хороша для Констрактед. Капкан, последний артефакт на сегодня, очень простенький, за одну ману всего лишь с мигом, то есть его воткнуть можно вообще в любой момент абсолютно, когда у вас есть лишняя мана, вы разыгрываете его в конце хода оппонента, или когда хотите, и за 4 маны можете потом его пожертвовать, чтобы нанести 3 урона. Очевидно, что эта карта строго для Лимитод, и если в вашей колоде недостаточно ремувала, то Капкан может послужить неплохую службу. Но при всем при этом, суммарно мы заплатили 5 мана, чтобы нанести всего 3 урона. Я бы сказал, что есть карточки, которые наносят урон более эффективным образом. Ну и напоследок, приберегли земли, разумеется, начинаем с Анклава Узамантов. Очень крутая земля, как для Лимитод, так думаю, что и для Констрактед тоже, потому что единственный недостаток, что она дает бесцветную ману, конечно же, да, это не бесплатно, но если вы можете себе это позволить, то эффект очень крутой. Всего за 3 маны и поворот вы можете взять карту. Да, для этого вам нужно иметь существо под контролем с атакой 4 или больше, но если вы правильно составили свою колоду, если вы правильно подрафтили, то это не должно стать для вас проблемой. А вот дровать карточку, причем иметь этот эффект на вашей земле, это очень здорово. Ну и хочу обратить внимание, что, наверное, для Констракта, в первую очередь, если у вас 2 такие земли, они не легендарные, это вы можете дровать 2 карточки в ход. Триом Раугрин это редкая земля, которая входит повернутой, дает ману одного из 3 цветов, синюю, красную, белую и циклится за 3 маны. Это карта из цикла 5 земель, понятное дело, все то же самое, только маны другого цвета дают, поэтому сразу сделаем обзор на них на все. Сразу скажу, что в Лимитед играть такой картой вы будете, скорее всего, в любой колоде, в которой у вас есть синяя или красная или белый цвет. То есть вы можете играть в сине-зеленые колоде, можете играть в красно-черные колоде, просто сила этой карты будет в том, что она дает нужную вам ману или же циклится в поздней игре, когда вам не нужны лишние земли. Если у вас двуцветная колода или даже трехцветная колода, разумеется, такого рода земли будут только лучше. Ну и ясное дело, что в стандарте, судя по всему, этот цвет заточен на трехцветные карты и трехцветные колоды будут популярны, поэтому такие земли необходимы, играть ими будут все трехцветные колоды. Возможно, даже некоторые двуцветные колоды просто ради того, чтобы подсиклить эту карту, когда она не нужна, тоже будут ими играть. То есть, если у вас были какие-то сомнения, стоит ли эти карты предзаказывать, то отбросьте их и обязательно предзаказывайте на Вин Кондишн. Пещеры пролитой крови. Это еще один цикл земель, на этот раз уже в Коммон слоте, который мы, разумеется, миллион раз уже видели. Все очень просто. Они выходят на поле битвы повернутыми, дают вам одну жизнь и дают ману одного из двух цветов. Их десять для каждой десяти комбинаций цветов. Понятно, что в лимит эти карты хороши, и вы будете ими играть в своих двуцветных колодах, или если вы сплэшите какой-то третий цвет. В отличие от предыдущего цикла, я бы не рекомендовал играть этими землями в колодах, где у вас только один из двух цветов, потому что одна жизнь не такой большой эффект в сравнении с тем, что земля выйдет повернутой, когда может быть это для вас критично. Но в то же время, как я уже сказал, в двуцветных колодах вы не будете от них отказываться. В стандарте, думаю, что эти карты будут играть только в каких-то отдельных редких случаях, когда вам нужно очень много фиксинга, или, не знаю, по какой-то еще причине, если у вас есть какая-то синергия на лайфгейм, может быть. Так что только в этих отдельных случаях, а в остальном, я думаю, что есть земли более крутые. Перерождающиеся дебри, вечный репринт, и, по-моему, кстати, опять новый арт, такого еще не было. Вы ищите землю, любую базовую землю, кладете на поле битвы повернутой. Понятно, что в лимитед вы играете в любой колоде такой картой, в двуцветной, разумеется, в трехцветной тоже. В стандарте, я, честно говоря, не припомню, чтобы она играла хоть где-то. Думаю, что и в этом стандарте тоже, скорее всего, мы ее не увидим. Но при этом могу добавить, что это не самая плохая бюджетная опция, если вы только начинаете собирать свою стандартную колоду. Ну, как обещал, три самые интересные карты, которые я выбрал лично по своему мнению. К сожалению, камонщиков, как я подумал, очень мало среди многоцветных карт, артефактов и земель. Интересных среди них я не нашел, поэтому я выбрал вместо этого анкомон, рарку и мифик. И в качестве анкомона я выбрал антилопу наделов. Я уже говорил, почему она мне нравится, потому что стоимость мутации у нее очень дешевая, и вы можете очень рано начать ее активировать, активировать ее каждый ход всего за одну ману. Вы либо дровите карточки, либо еще лучше кладете дополнительные земли на поле боя, и пусть этот эффект не такой уж прям броский, но мне кажется, он достаточно сильный, чтобы заслужить особый выбор от меня в конце нашего обзора. Давайте перейдем к рарке. В качестве рарки я выбрал Луруса из логова грез. Я уже говорил, что мне кажется, это в первую очередь будет карта для комбо-калод и в первую очередь для комбо-калод в вечных форматах, поэтому уж какие комбо там найдутся, я не знаю, но мне кажется, что найдутся обязательно, и это будет не просто дополнительная карта, которая вы можете разыграть 3-2 с цепи жизни, но и ее способность для комбо-калод очень и очень полезна. То есть, представьте, что вы разыгрываете такие карты, как Лайн Зай Даймонд, например, получаете три дополнительные маны для своего шторма и так далее. В общем, с нетерпением жду листов из Легаси и Модерна, чтобы посмотреть, что сделают с Лурусом из логова грез. Ну и те, кто внимательно смотрел обзор, наверное, догадываются, что в качестве мифика я выбрал нечестивого мастерового, потому что, как я уже говорил, натуторить любое существо, любое существо в вашей колоде, это очень-очень сильный эффект, ну и плюс сам нечестивый мастеровой тоже растет по мере того, как растет ваше кладбище. Ну, я не знаю, провести аналогии можно с такими картами, как Green Sun Zenit, я не знаю, Core of Calling, то есть, это карты, которыми играют очень успешно в Модерне, в Легаси и даже в Винтаже, так что нет причин полагать, что нечестивый мастеровой будет недостаточно хорош для стандарта, более того, абсолютно уверен, что и в более старших форматах он обязательно не затеряется. И на этом все, спасибо, что были с нами на канале Win Condition и выпили этот достаточно объемный эспрессо обзор многоцветных карт, артефактов и земель из нового выпуска и Core of Логово Исполинов и обязательно увидимся с вами снова в будущих видео. Пока!